алкоголь это самая страшная тема которая только есть на свете 36 лет моей жизни нет 30 ну да 36 лет моей жизни были очень тесно с ним связаны и в общем я вы выбыл из игры уже наверно за пять минут до водопада примерно то есть я как плыл плыл вот но река она все круче становится все меня понимают кто в эту игру играл и вот я отстрелился как говорят но я еще и водный турист и вот там есть как бы такие всякие термины да там быстро зачалится отстрелиться в общем отстрелился перед самым водопадом видимо четыре года назад полностью завязал с потреблением алкоголя не могу сказать фразу которая здесь напрашивается что их и вам всем того же советую потому что я видел людей которые совершенно нормально пьют но это не мой случай и очень хороший при я могу дать совет как старый алкоголик с огромным стажем если вы выпил вот если даже в десяти процентах случаев не в ста там не в семидесяти а даже в десяти процентах случаев а вы не останавливаетесь а пьете до падения под стол то вам нужно завязывать то есть ситуация такая вот у меня было меня долгие годы я тешился о мысли что я могу вполне себя контролировать просто иногда я почему-то себя не контролирую но это бывает же редко правильно вот обычно я сажусь за стол спокойно выпиваю рюмочку другую третью там пятую седьмую ну опьянел сильно веселый такой матерюсь на всю на всю ивановскую значит естественно да там но все эти страсти остальные они вместе с алкоголем идут это так сказать это очень понятно если 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 вы как и я ходите православная церковь то это очень понятно это это страсти которые идут вслед за этой то есть она ведет за собой все остальные она и вот так сказать всякие там ну как говорится блудные помыслы и мат он все все идет за алкоголем вот и он как паровоз везет все вагончики но тем не менее довольно часто я вот останавливался там вставал ну все все я пошел я пошел домой шел домой спал и до следующего утра говорил себе ну вот видишь ты не алкоголик ты же остановился ну даже где-то очень часто я мог остановиться но не всегда и где-то вот раз там в 2-3 месяца случалась какая-то супер катастрофа то есть там я что-то делал совершенно не ни в каком смысле неприемлемое я даже не буду здесь перечитать когда-нибудь на старости я напишу книгу которая называется практика невольных путешествий такой ответ антону кротову про про то что со мной происходило в некоторых из вот таких вот вечеров это будет триллер я не знаю это это реально ну там какой-нибудь какой нибудь автор фильмов ужасов мог бы снять это вот но в общем я я хочу сказать что я выбыл из игры и уже четыре года вообще не участвую ни в каких даже просто шампанское не ничего у меня есть три таких суррогата место пиво я пью безалкогольное пиво вот это вот я пью это да это гадость да но но она она напоминает о каких-то вот ощущениях праздника праздник вокруг себя все веселятся идет праздник но она вот как-то тебя настраивает на то чтобы ты можешь ними попраздновать вроде выпил даже в первую секунду кажется как будто это что-то вот настоящее но уже через минуту ясно что не пьянеешь поэтому как бы эффекта нет вот но очень очень хорошо то есть для алкоголиков прекрасная вещь безалкогольное пиво потом насчет имбирь вместо водки вот если вы намешаете имбирь с лимоном очень очень крепко в 10 раз крепче чем это принято бах и у вас прямо и прям чувство как будто вы водку выпили но на самом деле опять никакого эффекта нет ну то есть то есть то что надо то что надо и третье это гранатовый сок вместо вина хороший настоящий гранатовый сок только это должен быть крымский или азербайджанский то есть это не вот то говно которое значит разливается в обычных магазинах и продается по 100 рублей к сожалению гранатовый сок довольно дорогой ну вот например в москве он есть в магазинах серии вкусвилл и это да это такая мудацкая реклама получилась немножко но тем не менее хочу сказать что гранатовый сок хоть и дорогой но бухло дороже поэтому вот вот мой ответ так сказать вот если вы хотите последовать и моему примеру вот вам все карты в руки вот про алкоголь все пожалуй вот что еще скажу вот эти три странички в книги в которой я был соавтором комбинаторика они посвящены задачи о том сколькими способами можно набраться до болевотины перемежая напитки то есть вот скажем вам нужно взять 500 грамм там эквивалента водки и вас есть несколько напитков в разных так сказать колбах в разных объемах сколько способов это сделать с учетом что порядок важен тут очень важно понимать что порядок то это пиво за водка или водка запьем это очень разные вещи и все естественно алкоголики меня прекрасно понимают поэтому порядок важен и очень долго никто не мог придумать интерпретацию того что порядок важен в математике а я ее придумал вот эту алкогольную интерпретацию и поэтому андрей михал шригородский автор этой книги главный автор и но они вместе со шкредом точнее с ильёш кредом два главных автора он меня включил как третьего автора за эту интерпретацию я тебя включаю сразу вот заодно это вот так но вообще вот алкоголь до свидания друг